Всем здравия тела и ясности ума в этот прекрасный тайский солнечный и целикооблачный день я вышел в эфир для того, чтобы поговорить о той риторике, которая на сегодняшний день имеет место быть в средствах массовой информации и активно нагнетается истерия точно так же, как она нагнеталась в свое время в других странах. Это касается не только Советского Союза или России, когда в свое время ловили шпионов и врагов народа, это было не только во времена Иосифа Виссарионовича на той территории, которая называется Россией, или Российская Федерация, или Российская Империя, не имеет никакого значения названия. Это так же было и в немецкой Германии, когда Адольф Карлович очень не нравится некоторым, они меня без конца поправляют, говорят, он не Карлович, он Азаилович. Мне нравится Карлович, пускай будет Карлович. Какая разница? Неужели непонятно? Поэтому Адольф Карлович занимался тем же самым. Ну что вы думаете, как-то по-другому? Или Пиночет каким-то образом другим поступал? Или Пол-Пот поступал другим образом? Или какие-либо другие правители, которым сверху спускают инструкции? 22 аэрофанта. Ну что думаете, кто-то по-другому как-то может поступать, что ли? Всегда ищут каких-то врагов. И всегда этих врагов находят по необходимости, да? И надо показать, что вот да, враги кругом сплошные у нас случились. Сейчас в том, что мы называем Россия, происходит примерно то же самое, что происходило больше 100 лет назад. Ну, 100 лет назад, точнее, чуть меньше, да? Времена начала. Сейчас все подготавливается как раз к этому. Для того, чтобы репрессировать граждан по различным политическим признакам. Без конца находят каких-то врагов, где-то шпионы что-то где-то подстраивают. Куда-то эти шпионы какую-то секретную информацию отдают, там продают, еще что-то делают. Какая-то фантастическая, вот это фантасмагория это называется. Информационная фантасмагория. При помощи чего люди нам засирают мозги до состояния подавленного рабства. Скоро, точно так же, будет очень опасно говорить о разных вещах. А тех, о которых сейчас, еще разговаривают вполне спокойно. Если кто-то высказал мнение, как некоторые наши деятели культуры и искусства относительно того, что им не нравятся военные действия. Вообще, когда люди убивают друг друга, не дай бог, они упомянут какую-нибудь конкретную территорию. А стран, по большому счету, не существует. Есть просто загоны для двуногого скота, которые эксплуатируются с давних времен. Может быть, вам не нравятся подобные сравнения. Но куда деваться-то? Надо говорить открыто, своим языком, понятно. А то рисуем какие-то картинки. И в этих картинках, иллюзорных, вот этих вот ласковых негах, песни о родине и все такое прочее. Песни о патриотизме и все такое. Очень хорошо, очень хорошо. Это песни рабов. Однозначно совершенно. Друзья мои, каждый из разумных человек, пришедший в этот мир, имеет право существования здесь по рождению. Не нужны никакие дополнительные бумажки и еще какие-то права, которые где-то у кого-то и на каком-то основании надо получать. Каждый пришел в этот мир, и ему даны права по рождению, право существовать в этом мире, право исполнять волю Дворца. Понимаем мы это и не понимаем. Поэтому вот эта цикличность, о которой мы сегодня разговариваем, она связана, конечно, с регулированием численности популяции у многих на планете. Те события, которые разворачиваются сейчас в Палестине, в Израиле, они имеют абсолютно тот же контекст, как и те события, которые развернулись первично в Сирии, потом на Украине, на России разворачиваются события. Все вот эти вот жонглирования различными информационными поводами, которые происходят, предназначены только для того, чтобы нагнетать истерию и ненависть между теми, кому дали в руки оружие, от них изъявая. Они сказали, идите убивайте друг друга. Это происходит везде, обратите внимание. Это происходит не только между Россией и Украиной, это происходит между Израилем и Арабским миром. А кто этим жонглирует руководителем? Менеджеры? Там тоже типа президента или типа премьер-министры, менеджеры. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. А кто хозяин всего этого балагана, в котором все это происходит? Хозяева те, кто нарисовал границы. Неужели вы думаете, что для тех, кто границы нарисовал, они нужны? Вы представляете, вот вы рисуете границы, вся территория ваша. Вы такие, так говорят, вот этих кур мы отделим от этих кур, этих в сторонку, по такому-то признаку. У них клювы более загнутые, а у этих клювы более, так сказать, вверх поднятые. Это разделит более. Вот, смысл очень простой. Этого избавиться, избавиться снаружи от всего этого невозможно. Мы находимся в игре. Мы играем в эту игру. Избавиться можно внутри, от своего отношения. В первую очередь к себе. И, во-вторых, как следствие, это отношение изменяется и к окружающим людям. Да, оно становится более четким, более ясным, оно становится более циничным. Но этот цинизм ничего плохого под собой не несет. Когда мы начинаем говорить о происходящем четко, ясно и понятно, донося до окружающих наше мнение, без приукрас, без рюшечек, без финтифлюшечек. Все вот эти рюшечки и финтифлюшечки, они нужны, знаете, как вот, если женщина не очень симпатичная, она начинает там у себя и шпаклевать, и губы рисовать, и брови рисовать, и трузеля кружевные одевать, и всякое такое прочее делать, и лабутенчики всякие, ну и так далее. Понимаете? Это внешний фасад. Под заштукатуренным внешним фасадом это касается, ну, не только примера, которые я привел относительно там женщин. Это и мужчин касается, это всего касается. Это касается и социальной системы. Поэтому необходимо это понимать. Вот этот заштукатуренный фасад, который представляют, это обманка, это ложь. Соответственно, здесь просто необходимо понимание, чтобы внутри случилось. И когда это понимание происходит, тогда индивидуум отстраняет свою вовлеченность, убирает вовлеченность во все это. Отстраняется от этого истерического психоза, который нагнетается со всех сторон. А это истерический психоз в чистом виде. Сейчас вот эти шпионы подорвали там. Почитал вчера заголовки новостей на Дурындексе. Этот Дурындекс уже на самом деле превращается в какой-то ублюдекс, что еще хуже, чем Дурындекс. То есть, какая-то вообще шизофрения там, такая сквозящая шизофрения этих новостных ресурсов. То есть, тех, кто употребляет эту жвачку, их не то что за человека разумного не считают. Их уже перестали считать за каких-то осознанных особей. Поэтому, в определенном смысле, Пенечка, или кто там у нас, Нетаньяху, или как его там зовут, в Израиле сидит вот этот премьер, типа министр, типа премьера и типа министр, который высказался. Он высказался, или кто там высказался, или главный военачальник там какой-то есть, другой, по другому имени зовут его, не запоминаю я их имен, а замечательных. Он высказался по поводу того, что, говорит, а, говорит, все равно, говорит, на территории Палестины, там, говорит, нету людей, там, говорит, есть двуногий скот. И все. Говорит, а людей там нету, поэтому можно все бомбить и смешивать все это дело двуногая с грязью и говном. И вот уж понять в определенном смысле вполне можно, да, понимают, как он размышляет, поэтому удивляться здесь, собственно, нечего. Бешеным собакам сказали фаст. Кандида – это грибы, да, совершенно верно. Кандида – альбия, белая, альба. Вот тут правильные вопросы есть, например, как избавиться от внутренней агрессии. Понять причины этой агрессии. Причина любой агрессии, любого человека заключается исключительно в страхе. Вы боитесь, поэтому вы проявляете агрессию. Необходимо разобраться в этом детально. Копните внутрь своего сознания, конкретно копните. Вы боитесь, поэтому вам необходимо защищаться. От кого вы защищаетесь? Хороший вопрос. Тут некоторые мне пишут. А что, говорит, вы все дорогие, дорогой друг, дорогой друг. Какой же я нахрен вам, дорогой друг, говном поливаю вас с головы до пят? Вот тут опять у нас появились всякие индивидуумы, которые опять запели песню по поводу Копангана и каких-то там людей, которые приезжали и как бы были обмануты. Это бред сивой кобылой. Вы другому не назовете. Всех, кто там был, всех поименно можно перечислить. Пускай кто-нибудь напишет здесь, что это так было. Одного обманута у человека нет, никогда не было. Наоборот. Поэтому, ну, если людям нужно поразбухать по этому поводу, если им нужно зайти в какое-нибудь помещение, снять штаны и накекать на какой-нибудь рояль. Ну, нужно показать, как он умеет это делать, как можно весело накекать на кому-нибудь. А из-за чего это происходит? Из-за того, что человек боится и не любит себя сравнительной формы уничижения, самоуничижения. Исключительно поэтому. У меня была целая передача по этому. Почему люди занимаются всяческими обвинениями других? Они не других обвиняют. Они высказывают свое внутреннее. Они себя обвиняют. По-другому никак не бывает. Поэтому копаться необходимо всегда в себе. Если у вас есть агрессия, выраженная в агрессивных действиях относительно другого. Эти действия могут быть сначала связаны со словесными какими-то формулировками, оскорблениями. А когда оскорбления никакого действия не имеют, человек не получает удовлетворения от того, что другой оскорбляется, когда ему представлены оскорбления. Индивидуум, если способен, переходит к физическим действиям. Чтобы удовлетворить своему саморефлексичному эгоцентризму. Неудовлетворенность собой. Поэтому копаться необходимо исключительно в себе. Всегда. Если в жизни что-то не получается, если вдруг вы видите, что у кого-то получается лучше, а у вас почему-то получается хуже, необходимо покопаться в себе. А у нас большинство существует по принципу «выколю себе глаз, чтобы у моей тещи и зять был кривой». Вот так вот. И что тут являться-то еще? Если людина страдает. Они страдают во всем мире. Они страдают в разных странах. Потому что модель одна и та же. Эта модель импринтирована. Люди не виноваты. Так вот, возвращаясь к вопросу «дорогой друг». Почему, дорогой друг, даже те, которые говорят разную ложь, эмоции свои высказывают по поводу того, как они недовольны, как они ненавидят и презирают кого-либо. Ну, не обязательно меня. Что они делают? Почему для меня они дорогие друзья? Потому что дорогой друг адресована нить. Дорогой друг – это тот, кто смотрит через их глаза. Вот кто есть, дорогой друг. И он не может быть не другом. Потому что это одно, оно. У него есть разные воплощения. Поэтому, когда я обращаюсь ко всем, я говорю, дорогие друзья, это не лицемерие. Это не какие-то стандартные фразы. Это прямое обращение к Творцу через восприятие, через его воплощение. Творец воспринимает этот мир через свое воплощение. Каждый из нас и все существующее его воплощение. Поэтому, когда я декларирую, дорогой друг, я обращаюсь к Творцу через его воплощение. А что касается самой Тушки, то Тушка мне другом иногда является, иногда нет. Но я на это мало внимания обращаю. Потому что смотрю в причину, а следствие не существенное. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас, делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok